Шалом! Меня представили, мне уже легко и хорошо стало, мне не надо самому себя представлять. Итак, тема будет называние желания расстаться с чем-либо. В более широком смысле мы будем говорить о даянии до закона, во время закона и в Новом Завете. Итак, мы будем рассматривать три основных периода в истории человечества. Первый период какой был? До. До закона Синая. Потом второй период мы будем смотреть, что же изменилось во взаимоотношениях между Богом и человеком с точки зрения материального. То есть мы будем рассматривать аспект даяния чего бы то ни было материального Богу. И потом мы будем смотреть период Нового Завета и посмотрим, изменилось ли в Новом Завете что-либо по отношению к деньгам или к материальным ценностям. Понятно, да? У меня к вам вопрос для начала. Скажите мне, пожалуйста, деньги, они хорошие или плохие? Хорошие, нейтральные. То есть не хорошие, не плохие, да? Хорошие. Хорошие. Почему они хорошие? Бог деньги не создавал. Это не деньги. Олицетворение. Что было первее? Деньги или золото? Так золото олицетворение денег, которые появились чуть позже, чем деньги? Так все-таки. Деньги, они нейтральные? Не пахнут. Это хорошо. Учитывая, откуда появилось это выражение, это особо пикантный вопрос. Это тот, кто сделал первые платные туалеты в мире, в Риме, да? Он сказал, деньги не пахнут. Даже если они взяты за то, что кто-то куда-то ходил. Положительный. Так. Еще какие идеи? Какие идеи? На основании писания, скажите мне, пожалуйста, деньги никакие. Все-таки нейтральные или хорошие? Нейтральные. На основании писания. Основание? Это основание в писании. Хорошо. Как сказал один мой знакомый, когда-то сказал, говорит, написана своя рубаха ближе к телу. Говорю, а где это написано? Не важно. Так на основании писания. За все платит серебро. Это, ну, тут не видно, хорошее оно или плохое. Нейтральное. Основание в писании. Могут использоваться как во зло, так и в... Да. Тогда получается, что они в зависимости от того, кто использует. Тогда они будут хорошими или плохими. Окей, не буду вас долго мучить. На самом деле, Бог сотворил все материальное и духовное. Когда Он сотворял материальный мир, Он посмотрел на него и сказал, что хорошо. И когда мы говорим о деньгах, мы говорим, что деньги, они зачастую являются частью олицетворения материального мира. И Бог создавал золото и серебро. И когда Он это создавал, Он говорил, что это хорошо. Действительно, человек может использовать неправильно любой предмет. В общем-то. Мы можем взять нож. Он хороший или плохой? Хороший. Смотря что резать или кого резать. То есть, мы можем неправильно использовать хорошие вещи. Мы можем абсолютно неправильно использовать хорошие вещи. Но при этом вещи, они не становятся плохими. Мы их неправильно используем. Но от этого их качество не ухудшается. Точно так же и деньги. Они сами по себе хороши. Теперь вопрос нашего с вами отношения к деньгам. Это уже второй вопрос. Конечно, особенно, когда они есть. Итак, разобрались немножко? Хорошие или плохие? Теперь мы будем говорить о деньгах. И я специально говорю, в общем-то, такое выражение деньги. Я помню свой первый выход, когда я в церковь вышел собирать, призывать к пожертвованиям. И я все время говорил финансы. И тогда, когда я закончил свой призыв, я спустился. Один брат подошел ко мне и говорит, Дима, скажи мне, пожалуйста, ты с женой тоже о финансах говоришь или о деньгах? Я говорю, с женой о деньгах. Он говорит, хорошо. И с тех пор, в общем-то, я перестал стесняться употреблять выражение деньги и заменять его более приятным для слуха человеком финансы. Мы будем говорить о достаточно интимной сфере вашей жизни, о деньгах. Это то, что не вызывает особого воодушевления, когда у вас, прошу, сколько вы зарабатываете? Сколько вы тратите? Да? Мы любим говорить о наших деньгах? Нет. Бизнесмены ответили особо быстро. Кто-то из вас призывал к пожертвованию? Да. Как? Вы чувствовали себя комфортно? В большинстве случаев люди чувствуют себя некомфортно. Причем обе стороны. Как те, которые призывают, так те, которые и дают. У вас еще щадящий режим в общине. Коробка или корзина, или ящичек, он не ходит по рядам. Особенно приятное впечатление у людей создается, когда предмет, в который собираются деньги, уходит по рядам, и он туда ничего не собирается ложить. Особенно приятное ощущение. Понятно, да, о чем мы говорим? О деньгах. Итак, опишем несколько, более подробно, три периода, о которых будет идти речь. Первый период – это период до закона. В этом периоде Всевышний вступал во взаимоотношения с человеком, как с личностью, не в рамках народа, а как с личностью. Человек строил эти взаимоотношения по своему разумению. Они не были никак описаны, регламентированы. Никто не мог сказать, как правильно, как неправильно, да? То есть каждый человек поступал по своему пониманию. В этом периоде Бог дает обетование одному человеку, что он произведет от него великий народ. Как звали человека? Авраам. Бытие 12 глава, 2 стих. Произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Так? Это период, в общем-то, он заканчивается и начинается второй период, когда Всевышний исполняет это обетование, начинает исполнять это обетование и действительно производит народ. И этот период созидания народа, период давания народу Торы или Закона и получения другого, следующего обетования, которое будет говорить о начале еще одного периода. Второзаконие 4.8. Второзаконие 4.8. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Весьма любопытное выражение «справедливый закон» или «справедливое постановление». Интересно, да? Кто-то из вас встречал выражение «Бог несправедлив»? Конечно, да? Интересно, да? То есть, Бог говорит о себе, как о том, который дает справедливые законы. Но есть люди, которые утверждают о том, что Бог несправедлив. Что мы можем возразить таким людям? Они не знают Бога, еще варианты. Они говорят, знаю, я как раз хорошо его знаю. И люди говорят о следующем. Если происходят такие вещи рядом с нами, то они характеризуют Бога как несправедливого. И они говорят о несправедливости на основании каких-то происходящих вещей. Они не просто голосованно утверждают это. Они говорят, послушайте, если в мире происходит вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, то Бог несправедлив. Причем люди говорят о достаточно весьма тяжелых обстоятельствах иногда, происшедших в их жизни. Смерть родных, болезни близких, особенно маленьких детей, да? Когда они говорят, послушайте, это несправедливо, он ничего не сделал плохого. Почему Бог это допустил? Это что? Несправедливо. Что мы можем возразить таким людям? По-моему, я поставил вас в тупик. Написано, что интересно. Хорошее утверждение ни на чем не основано. Вы знаете? Да. И что мы можем возразить на это? Отлично. И дальше? Значит, в одних случаях Бог справедлив, в других случаях Бог... Мои друзья, мы говорим о некоторых вещах, которые лежат в фундаменте. Как это ни странно, деньги – это то, что лежит в фундаменте нашей жизни. Мы выросли в мировоззрении материалистическом. Для каждого из нас деньги, в общем, играют определенную роль в нашей жизни. Да? Это нормально. Я вам скажу, деньги, они имеют такую природу, что они будут сопровождать вас постоянно всю жизнь на этой земле. Они имеют постоянную природу, к счастью, не вечную. А у них не вечная природа. Когда все закончится на этой земле, мы с деньгами больше иметь дело, как вы понимаете, не будем. Поэтому они не имеют вечной природы, но они имеют постоянную природу. И с тех пор, как мы, в общем, появились на свет, так или иначе, мы зависим от денег. Понятно, да? За все отвечает серебро. И поэтому неплохо было бы разобраться в этом. И когда мы говорим о справедливости, я часто слушаю такие речи, в общем-то, как каждый из вас. Но я всегда спрашиваю у человека вот о чем. Откуда он имеет понятие о справедливости? Откуда? Вопрос. Откуда человек имеет понятие о справедливости? Очень важный момент, что понятие справедливости у людей – это понятие относительное. У каждого своя справедливость, у каждого своя правда. То есть в данном случае люди пользуются понятием справедливости как относительным понятием. Как они его понимают, так они и трактуют его. Но когда мы говорим о всевышнем, то мы будем говорить всегда об абсолютных понятиях. Когда речь идет о Творце, речь идет не об относительных понятиях, а абсолютных. Здесь понятна разница? И эта разница фундаментальная. Разница фундаментальная, потому что понятие справедливости – это понятие не относительное. Оно абсолютное. Есть тот, который установил эту справедливость, и все, что не согласуется с его пониманием, извините, оно не абсолютное, оно относительное. А если оно относительное, то оно вообще никакое. Понятно? И если понятие относительно другого понятия, то оно никакое, потому что изменится мирьё и изменится само понятие. Если мы говорим об абсолюте, то он не меняется никогда. Бог, он не изменен. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Он не человек, чтобы ему лгать или изменяться. То есть, это понятия абсолютные, неизменные, которые на протяжении всего существования человека и в вечности, они останутся неизменными. И когда Творец даёт закон, он говорит, есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы. Он установил справедливые постановления и законы. И он, в общем-то, решил неразрешимый для всех измом конфликт. Закон Израиля хорош ещё тем, что он решил неразрешимый для всех систем конфликт между личностью и обществом. Вы знаете, что личность и общество живут в конфликте? Ну, к примеру, общество говорит, вы должны платить налоги. Быстро, как опять бизнесмены ответили. Итак, общество говорит, послушайте, вы должны платить налоги. Личность говорит, послушайте, по-моему, они великоваты. И я считаю, что данная система налогового обложения какая? Несправедливая. Ну, я так считаю. Ну, опять-таки, моё понимание субъективное относительно. Необеспеченные слои населения говорят, слушайте, неплохо было бы, чтобы налоги были побольше, чтобы мы были лучше обеспечены. Это те, которые зарабатывают и платят эти налоги. Говорят, хорошо бы было, чтобы налоги были поменьше. Есть молодые люди, которым надо идти в армию? Есть, да? Хотят? Нет. Общество говорит, вы должны нас защищать. Они говорят, послушайте, у меня есть свои планы на мою жизнь. Общество с этими планами не хочет считаться. Есть неразрешимый конфликт. Во все времена, среди всех народов, были, в общем-то, требования к индивидууму, с которым индивидуум был не согласен. Бог даёт постановление для своего народа и говорит, ребята, поздравляю, это справедливое постановление. Они балансируют между интересами общества и интересами личности, приводя их в соответствие с понятием справедливости, которое есть у Творца. И понятие добра и зла, понятие справедливости, которое даёт Всевышний, они абсолютны, они относительны. Ещё одно важное замечание. Добро – независимое понятие. Зло – зависимое понятие. Добро – независимое понятие, которое может существовать само по себе и ни в чём больше не нуждается. Зло – это испорченное добро. Но если бы ему нечего было портить, то его бы и не было. Мысль достаточно простая, конечно, но, в общем-то, фундаментальная. В нашей светлой голове когда-то появилась теория, которая, в общем-то, своим основанием лежит в дуализме. Дуализм – это двойственность. И двойственность говорит – неизвестно, что есть добро, неизвестно, что есть зло. Для одних – добро, для других – это зло. И наоборот. Материалисты говорили о единстве и борьбе противоположностей. Да? Слышали вы такие-то вещи? В общем-то, мы привыкли к сражению добра со злом. И в этом понимании мы представляем как две противоборствующих равных силы. Я понимаю, что это не так. Но я сказал, мы представляем себе. Понятно, о чем идет речь? Это фундаментальная ошибка или заблуждение достаточно большого количества людей. Потому что добро не является равным злу. Понятно, да, о чем я говорю? Творец сотворил все и сотворил все совершенным образом. И он сотворил добро. И добро спокойно может существовать в отсутствии зла. У зла есть большая проблема. Оно не может существовать в отсутствии добра. И поэтому это не две равные противоборствующие силы. Это не то, что равно. Две абсолютно различные природы. И природа зла зависима. Зло не существовало, а автономно и независимо. Понятно, о чем идет речь? И поэтому в конце, когда Всевышний приведет все в свой божественный порядок, будет существовать абсолютное добро, и при этом зла, извините, не будет. И добро как-то будет себя чувствовать абсолютно нормально. Понятно, да? Так было и в начале, и так будет в будущем. Будет существовать абсолютное добро, при этом зла в общем-то не будет. Понятно, да? Второй момент. Левитам 26 глава, 11-12 стих. Левитам 26 глава, 11-12 стих. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Творец говорит о том, что он поставит свое жилище. То есть, очевидно, до этого этого не было. появляется великий народ, у которого даются справедливые постановления, и Бог дает еще одно обетование, и он говорит о том, что он поставит свое жилище, и будет являться среди своего народа. И причем, он говорит, душа моя не возгнушается вами. Понятно, да? Второзаконие 12 глава 8 стих. Второзаконие 12 глава 8 стих. Заканчивается определенный период времени. Там вы не должны делать всего, что мы теперь здесь делаем, каждое, что ему кажется правильным. Бог говорит, теперь наступает время, когда вы не сможете делать то, что по вашему мнению будет считаться правильным. Вы уже должны будете следовать тому закону, который справедливый, который он дал своему народу. Бог не обсуждает с человеком, что с его точки зрения правильно было в тех постановлениях, которые были, а что неправильно. Он не обсуждает это, не говорит, вот это было в принципе неплохо, но я это немного улучшу. А вот это вы делали, вы это делали как бы не очень хорошо, поэтому я это исправлю. Он так не подходит к этому. Он говорит, я даю вам закон. И этот закон справедлив. И вы теперь не должны поступать так, как вы считали когда-то себе. Вы должны поступать в соответствии с этим законом, который я вам даю, подарил. Этим Израиль коренным образом отличается от всех остальных народов земли. Фундаментальное отличие. Люди формировались в народы. Это родовое общество, живущее на определенной территории, объединенное каким-то сводом правил или законом, имеющие как правило общую религию. Причем этот свод правил или законов он формировался достаточно длительное время. Понятно, о чем я говорю? Люди выдумывали правила, потом они смотрели, как они работают, что-то нравилось, что-то не нравилось, то, что не нравилось, отвергалось, выдвигалось, новое правило, новое правило. И таким образом формировался закон. И процесс законотворчества весьма любопытный процесс, и он в общем-то, мягко говоря, в некоторых странах постоянный. Ну, в нашей стране он постоянный процесс. Процесс законотворчества. То есть наше государство имеет определенные органы, они собираются, думают и говорят, а давайте мы так сделаем. Смотрите, что у нас получилось, давайте это переделаем. Или говорят, хорошо получилось, пускай пока так будет. Нормально, да? Конституция хорошая, законы тоже отлично, конституцию тоже хотели переделать. То есть, причем, мягко говоря, с точки зрения истории, этому государству, в котором мы живем, не очень много лет. А законы мы уже успели поменять, как надо. И понимаем, что нам еще надо принимать, принимать, еще принимать. Несовершенные законы. всевышний берет народ и говорит, слушайте, вот он, пожалуйста, совершенный, пользуйтесь. Евреи могли, конечно, сказать, слушай, а почему нас никто не спросил? Может, мы не согласны? Он говорит, это данность, пришедшая с небес. Это подарок этому обществу, живущему на определенной земле. Потому что, когда мы говорим о завете, он включает в себя народ. Что еще включает в себя? Землю. Дальше еще что? Закон. Еще что? что? Ну, там была еще одна часть, очень важная, которой сегодня нет. Кровь есть. Крови сегодня рядом очень. Жертвенник. Не жертвы, а жертвенник. То есть, жертвы сегодня могут приноситься, в общем-то, в этом нету проблем, только жертвенника нет. Понятно, да? То есть, понятие завета включало в себя народ, землю, закон и жертвенник. Уберите любую из этих частей, и завет он перестанет существовать. Его невозможно будет исполнить. В связи с этим, в общем-то, когда люди начинают применять не всегда по назначению закон выглядят весьма смешно. О чем я сейчас говорю? К примеру, мы являемся гражданами Украины. Являемся мы гражданами Украины? Как-то не все уверены. Не все здесь граждане Украины? Это нормально. Ничего тут плохого нет, вы можете быть гражданином любой другой страны. Не в этом суть. Вопрос в другом. мы приезжаем к примеру, ну там неважно соседнюю Польшу или там можете поехать в Германию, можете поехать во Францию, приезжайте и говорите так, я вообще гражданин Украины, поэтому здесь действуют украинские законы. Что вам скажут? Мне скажут, мы не возражаем против вашего гражданства, но поскольку вы находитесь на нашей земле, поэтому здесь будут действуют наши законы. В связи с этим весьма странно выглядит, когда мы берем законы, данные Израилю, на территории Израиля, и говорим, так, это действует везде. Как будет? Ну, тут вопрос, будет ли это работать? Работать это будет? почему нет? Будет работать? Дело в том, что, понимаете, в чем дело? В этой стране, если вы будете применять те законы, у вас могут быть некоторые осложнения. К примеру, вы слышали, что часть закона, это закон о левератных браках, восстановлении семени браках. Слышали вы такую часть закона? Хотите поузнавать, что будет, если вы начнете практиковать этот закон? У нас многоженство разрешено? На государственном уровне? Понятно, да? то есть, как бы хорошо, когда вы не начинаете размышлять над самими законами, когда вы в общем смысле начинаете говорить о законе, не понимая, что за этим может последовать. Потому что большинство людей, они говорят, послушайте, давайте поделим все вдребезы напополам, скажем, вот эта часть относится к ритуальному закону, это нам не надо, а эта часть к нравственному закону, это нам надо. Это мы берем. Тогда у меня вопрос, о ливератной браке, к какой части относятся? Какой? Смысл ливератных браков был непосредственно привязан к земле Израиля, чтобы из одного колена земля не переходила в другое колено. Он имел смысл, но он имел смысл в привязке только к чему? К земле и к постановлениям о распределении этой земли. Уберите постановление о распределении земли и закон о ливератных браках теряет свой смысл. Понятно, да? Зачем восстанавливать семя, если кто-то другой этим может заняться? Понятно, о чем я говорю? Окей. точно так же я спрашиваю людей, которые за это ратуют о таком простом постановлении. Скажите мне, пожалуйста, три паломнических путешествия в Израиль, в Иерусалим, его куда отнести? Три паломнических путешествия в Иерусалим, на праздники в Иерусалим, его куда отнести к ритуальной части? А почему? А почему вы его отнесли к ритуальной части? Там написано, должны являться. Весь мужской род должен являться. Три раза в году. Почему уже не должен? Ну, почему нет? Денег не тронет. А, оказывается, присутствие или отсутствие денег является причиной. Но проблема заключается в том, что закон был, и мы будем разбирать, таким образом дан, чтобы такого аргумента, как отсутствие денег, не прозвучало. Была вторая десятина. И, соответственно, куда вы отнесете ко второй десятину? К нравственному или к ритуальной части? К нравственной тогда вы не выполняете вторую десятину. поэтому не можете поехать в Иерусалим. То есть, вы не едете в Иерусалим, нарушая другую заповедь. А, значит, тогда ритуально согласен. Понятно, да, о чем мы говорим? То есть, пока бы мы, я бы не стал дробить вот так вот закон, я просто сказал, что он был дан определенному народу на определенной земле. Понятно, да? И применяться он должен был вот там вот. Ясно, да? итак, Бог, давая этот закон, он его потом, как это ни странно, не модернизировал. Вот он дал Израилю, и пока был Израиль на той земле, он пользовался этим законом. Бог не приходил каждый год и не говорил, я вот тут немного решил скорректировать. вот это убрать, а это добавить. Понятно, да? Этого не происходило ни разу в истории. Такого не было. Он дал совершенный закон для этих людей, живущих на той территории, которую он пообещал Аврааму и впоследствии даровал его потомкам. Понятно, да? И этот закон был каким? Справедливым и совершенным. Очень немаловажная деталь, что в общем-то обетование земли и исполнение этого обетования это единственное право Израиля на эту землю. Понятно, что я сказал? Обетование земли и исполнение этой обетования это единственное право Израиля на эту землю. В противном случае они просто были бы захватчиками. Понятно, да? Это тоже такой достаточно важный момент. и в этом периоде начинается весьма интересная часть во взаимоотношении. Теперь Бог вступает во взаимоотношения с человеком как представителем народа. Бог вступает во взаимоотношения с человеком как с представителем народа. Но это он просто вступал во взаимоотношения с личностью. Теперь он вступает во взаимоотношения с личностью как представителем народа для пользы всего народа. Как для пользы личности, так и для пользы всего народа. Понятно, да? Какая-то реакция. Обетование земли. Еще раз повторить. Хорошо. Обетование земли Израиля, исполнение этого обетования, это единственное право Израиля на эту землю. В противном случае он был бы просто захватчиком. Обетование земли было безусловным обетованием. Завет земли был безусловным заветом. Были условия. Что, что, что? Я понимаю. Вы про какую главу простите сейчас говорите? Вы в какой главе сейчас находитесь? Я вам подскажу. Бытие 17. А я сейчас в какой нахожусь главе? Да. В бытие только 15. Открываем. 15-е с 13-го стиха я буду читать. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут выгнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости добрых. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакониям Амарея доселе не наполнилась. Когда зашло солнце, наступила тьма, а вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь Завец Авраамом, сказал, потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской Великой до реки Ефратой, Кенеев, Кенезеев, ну, понятно, да? И дальше были перечислены народы, чья земля отходит их потомков. Скажите, кто дает землю? Кто выводил? Кто завоевывал? Понятно, да? Обетование – это было условно, и он говорит, я это сделаю, и называет абсолютно точно срок 400 лет. Он называет все события, которые происходят, и он говорит, когда это произойдет. И он говорит о том, что, в общем-то, произведет это он. Даже пророчество восстановления Израиля в последнее время – это его прерогатива, потому что он говорит северу, скажу, отдай, югу не удерживаю. Кто это будет говорить? Бог. Кто выводился на Израиле? Кто создавал государство, которого не было практически 2000 лет на карте земного шара? Кто это все делал? Мы видим, что это все делал Бог. Как он обещал, так он это все и сделал. Поэтому, когда мы говорим об обетовании земли, это условно или безусловно обетование? Он обещает Аврааму, говорит, послушай, Авраам, я сделаю это тебе. Причем он этот завет заключает на основании веры Авраама. А на основании чего? А на основании веры Авраама? Да нет, на основании чего? Своего желания. А в ответ на что? На веру. В ответ на веру и послушание. Вы в этом уверены? Ну, давайте сделаем перерыв. Вы пока обсудите этот момент. После перерыва мы выясним. Уверены вы в этом? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.